Лев и собачка Лев Толстой. В Лондоне показывали диких зверей и засмотрение брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось поглядеть зверей, он ухватил на улице собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съедение. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву мясо, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку, он сказал, что собачка его собственная и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. Целый день он бился, метался в клетки и ревел, потом лег под ле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку, но лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал пять дней. На шестой день лев умер.